Приветствую! Сегодня у нас 17 ноября 2023 года. Вы на Большом канале с Олегом Соскиным. Я сделал вам первое видео про ситуацию, про то, что, к сожалению, так все мы видим, что 2024 год, Зеленский, его ближайшие окружения и так далее, те, которые сегодня у власти, они планируют, что это будет год опять войны. Естественно, это 2024 будет значительно тяжелее, если это так будет, чем был даже и 2022, и 2023. Как известно, 2023 год не дал никаких позитивных Украине результатов, кроме потерь, кроме никаких территорий уже было ничего не освобождено. Правильно? Вот уже, собственно, год прошел с тех последних событий, когда была Херсон, правая часть Днепра освобождена. Херсон, там и города, правобережья. То есть, это год тяжелейшей войны, это год потерь огромных, это год разрушения, это год деградации Украины, и это год предательства западными странами Украины, и предательства, прямо скажем, Польши, Словакии, да и Чехии, Венгрии, Украины. Вот результат, правильно? И этот результат предательства, он усиливается, он увеличивается, особенно в условиях того, что началась вторая глобальная война, это на Ближнем Востоке. Между Израилем и, в данном случае, фашистскими, исламистскими силами, вот этой мировой фашистской, исламистской матки. Запад оказался абсолютно не готов к этому, более того, полной поддержки Израиля нет, со стороны многих западных стран. Там есть непонимание геостратегического положения, что происходит, что по сути это Израиль сегодня, по сути Израиль делает то, что делает Украина против Москвы и России. То же самое сейчас Израиль стоит против фашистских, исламистских мировых сил. Это уже открытое духовное, это уже сражение тяжелейшее духовных парадигм. В данном случае это, назовем это, иудейская парадигма и исламская парадигма в ее фашистской, теократической модели. Вот это реальность. Но с другой стороны, Соединенные Штаты, потому что там очень, конечно, много очень умных людей, они встали на сторону Израиля. Но не полностью. Ситуация очень похожа на Украину. Это тоже такая, знаете, эквилибристика. Туда-сюда, туда-сюда. То есть, вместо того, чтобы занять позицию по полному уничтожению Хамаза и немедленной, как можно быстрейшей зачистки этого эксклава газа, они не дают Израилю тоже сил, как можно быстрее это сделать. Просто Израиль, во главе Израиля стоят очень профессиональные, умные люди. И тот же Нетаньяху, тот же его бывший министр обороны, партнер, который стал наибольшим оппозиционером. У них объединились все, и у них очень высокий менеджмент. Плюс у них, конечно, подготовлены, они были прекрасно к войне. У них сосредоточены огромные запасы вооружения. Но уже Израиль не выдерживает. Уже у него началось ухудшение финансово-экономическое положение. А война-то идет, сколько, ну, 7 октября, да? То есть 7 ноября еще нету даже двух месяцев. 7 декабря будет два месяца, то есть полтора месяца идет. И, ну, чуть даже меньше. Месяц и одна декада, 10 дней. Но тем не менее. И уже им тяжело. Ну, а если, а там еще воевать и воевать надо в этом эксклаве. То есть они сумели взять значительную часть этого сектора газа. И в том числе его столицу, эту газу. Они их отрезали от моря. Они уничтожили очень огромное количество этих их базовых пунктов, их атрибутов власти. Сейчас парламент, они уничтожили их, это здание. Они уничтожили этот памятник, там они поставили этому кораблю, который когда-то прорывал эту блокаду. То есть Израиль очень четко это все, но ему мешают европейские страны. Что уже ряд стран хотят признать уже и, по сути, де-факто признали палестинское государство, которого не существует. Нет палестинского народа, нет субъекта. Чехии, поляки, нет субъекта. Кого? Норвегия сейчас там, еще какие-то страны. Вы что, балдели? Палестина это не народ. Палестина это территория. Так же, как и Ордания, это территория. Западный берег реки Ордан, это тоже территория. Это не народ. Палестинского народа нет. Вот самый главный, как бы, вывод, который надо делать, понимаете? Так же, как нет иранского народа, афганского народа, их нет. Вот курды есть, а турок нету. Турки это какая-то сублимация. Так же, как нет россиянского народа, федерации. Нет, это все не народы. Это просто совокупность каких-то прото-национальных этносов, которые не в состоянии создать свои государственные образования. В силу колониальной политики, соответствующей которой была. Вот и все. Это все будет разваливаться. Уже то устройство мира, которое было после Второй мировой войны, его нет. И поэтому Украина должна, как бы, для себя четко определяться сейчас. В этом плане. То есть, уже все, поскольку, как Зеленский говорит, произошла расфокусировка внимания, то Украина уже просто выходит с этого вообще фокуса. И поскольку вообще не хватает оружия, денег и всего, то все, что есть, бросается Израилю, но не Украине. Все усилия Совета Безопасности, ООН, теперь направлены на ближневосточную ситуацию, но не на Украину. И в этих условиях Зеленский говорит, надо не проводить выборы, надо военное положение, надо воевать. Ну, дорогой, так как ты будешь воевать? Как? Где у тебя ресурсы, чтобы воевать? В этой связи, конечно, важнейшим является, что наконец-то начали стараться создать плацдармы на Левом берегу. Это надо было давно делать. Это надо было делать еще в прошлом году, в октябре, ноябре надо было этого делать. А когда уже не стало Каховской ГЭС, то надо было немедленно, там вообще не было никакой обороны. Все было смыто у россиян. Вот тогда надо было наступать. Вот я говорил же, я объяснял вам, что это надо делать. Но проспали целый почти год. Ну, так теперь что вы хотите? Теперь, конечно, они там сделали линии обороны и так далее. Но, конечно, они все равно там значительно слабее. Им очень тяжело вот этот мешок удерживать, потому что он очень узкий. Если их постоянно обстреливать теми системами, которые есть у Украины, то они не смогут там держаться. Там невозможно держаться в этом узком... От Днепра до моря там совсем маленькая полоска. Поэтому просто надо их бить там. Бить, 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 чтобы они не могли там закрепиться. Для этого надо использовать те ресурсы, которые Украина имеет. Потому что это единственное направление, где Украина может достичь результата еще к зиме. Вот это единственное направление. Все остальное это просто фантазии. И естественно, что если выбить их туда, оттеснить до Крыма, то, конечно, тогда меняется вся диспозиция. Тогда другая ситуация становится по ведению переговоров с Москвой. Но точно, что можно... Я могу сказать, что 24-й год страна просто в том виде, в котором сегодня вот есть. По поставкам ресурса, по ВВП, по производству, по блокаде со стороны стран-соседей. По потерям. Ну, страна не в состоянии это выдержать. Не в состоянии. Тем более будет идти изоляция Зеленского. Плюс выборы президента США. То есть абсолютно у Зеленского команды вообще враждебное отношение к Зеленской и его команды со стороны Трампа. Людей республиканской партии. Это однозначно. И линия Трампа будет усиливаться по мере того, как будет он набирать обороты. Он будет набирать обороты. Он будет. Сейчас он вообще заявил, что он типа вице-президентом может предложить взять вот этого Такера Андерсона. Представляете? То есть это вообще будет тогда для Украины этот полный трындец будет. Для Зеленского и так далее. Плюс характеристика Илона Маска, как бы там ни было. То, что он сказал про Зеленского. Плюс просто неприятие Зеленского очень многими лидерами уже. Вот о чем надо думать. То есть это же не то, что там как бы нравится Зеленский кому-то не нравится. Это взвешенные риски называются. Надо взвесить риски. Угрозы посчитать. Посчитать возможности. Возможностей никаких нет. Но угрозы есть. Есть огромные слабые места. Поэтому я вывод какой могу сделать. Исходя из того, что есть на сегодняшний день. Что по сути, ну во-первых, война Израиля на Ближнем Востоке затянется. Иран начал угрожать Соцштатам, чтобы они давили на них. Там Эрдоган поехал в Шольцу, чтобы тот давил. Но я думаю, что будет сейчас начнется в Европе война против исламистского фашизма. В этом плане есть опыт очень серьезной Швейцарии, которая провела референдум и приняла решение, что мечети не должно, во-первых, надо их уменьшить количество, во-вторых, они не должны иметь миноретов. Это колоссальное значение. То есть, почему многим сейчас европейским странам не пойти по этому пути? Убрать минореты и закрыть разные исламские училища, мадресе, центры, так называемые и прочее. Почему этого не сделать? Это же, наверное, правильно было. Почему не начать вытеснение из себя исламского элемента, из своего лона? Особенно вот этого фашистского салафитов прежде всего. Но не только их, там еще есть целые школы огромные. То есть, плюс рассматривать надо Хамас четко, как это, как новая, так сказать, новая модель функционирования вот этого экстремистской организации братьев-мусульман. Сейчас там ликвидировали в результате авиаудара одного из лидеров Хамаса. Там он преподавал в университете, там, представляете, в этом выаде все. Но в 12-м году он заявил, что надо Израиль и всех израильтян уничтожить. Представляете? Профессор называется. Ну, вот его, так сказать, на покой отправили. То есть, это все очень обострено сейчас. И поэтому Украины в этом процессе уже нет. Она выпала. И поэтому денег... Сейчас дырка в бюджете Германии огромная образовалась. Там суд запретил 60 миллиардов евро перекинуть там на разные программы. Нет денег уже вот про эти даже 4 миллиарда евро нет на Украину. Не говоря уже о 8. Их просто нет. То есть, этих денег тоже не будет уже. Но если еще Германия не даст денег, ну, тогда уже все. Поэтому вот такой бы я вам сделал небольшой анализ. Что практически полностью, поскольку война на Ближнем Востоке, на мой взгляд, будет, по моему сценарному видению, будет усиливаться. Поскольку ситуация в западных странах, в их борьбе и войне с исламом, с фашистско-исламской маткой, будет тоже набирать обороты. Поскольку денег Украине и оружие давать не будут. Потому что все будет идти на поддержку Израиля, на его войну. А ему уже не хватает с этими фашистами-исламистами. Вот это объясните, а что в Украине делать? В то время как Московия все время наращивает свой ВПК. Хотя у нее тоже там полный абзац. Но все равно у них абзац. Они тоже летят в пропасть. Но они больше и летят медленнее, чем Украина. Ну вот такой бы я вам сделал анализ на сегодняшний день. Год потихоньку близится к завершению. На 24-й, если по тому плану, который предлагает Зеленский и его команда, идти. Но мне представляется, что его пройти будет... Я могу сказать, что невозможно. Может я ошибаюсь, конечно. Но вот исходя из тех параметров, которые сейчас я вижу. Вот если делать ПЭСТ-анализ, ВОТ-анализ, Матрицу Портера, там еще некоторые другие вещи в рамках стратегического управления. Это год в этой модели, которую предлагают Зеленские, Слуги Народа. Зеленские, Слуги Народа, это год в дальней Украине, 100%. Это год, ну, краха. Но давайте смотреть, как будем. Все-таки есть же какие-то еще за кулисой богатые очень люди, которые потеряют все, что они имеют в Украине. Все, что имеете, потеряете. До новых встреч. До новых встреч.